То, что мы разговаривали, я уже потом это обдумал, это немножко насильно такая реакция, что как будто бы я пришел к Игнатий Тиховичу, и я его испугался. Ну это нормально, его уже боятся все, и как бы ну и как бы типа отрекся от того, что там все уговорил, все это, нет в сравнении, все так было. Я говорю, как все было? То есть у нас задача есть такая, вы знаете, задача по математике, дано, там, x, y, там, дайди, там, c, допустим. Вот у нас дано, дано, значит, переживания, скорби, слезы, дано, дано вот эти вот переживания, вызванные чей-то, значит, злобой, ну там, наветом и так далее. В общем, какими-то плохими действиями вот дано. Значит, у нас дано то, что Бог сказал, что, только что открывал Пятый Псалом, седьмой стих, что, ну в общем, возьмите за грех смерть, что Господь будет наказывать за все плохое. У нас дано, что, значит, будет наказание, в любом случае, за каждую проступку. Если ты добро делал, значит, получишь добро. Вот. И теперь, получается, нужно найти x. Так откуда это зло-то исходит? То есть именно вот это, вот с этим я вопросом пришел. Пришел к вам, все объяснил, вы говорите, а я не делаю зло. Я вот снимаю, то есть, ну, я тут людей Богу привожу. По делам их написано, узнаете их там, что одна душа дороже всего мира. Все, если это самостоятельно, все остальное уже лишнее. Вот. И все, получается, мы выяснили. Тут, то есть, я никого, говорю, не боялся, ничего. То есть, как, пришли, я пришел к вам с конкретным вопросом, вы на него ответили. Все. И пусть теперь боятся те, те, кто делает это зло. Вот, потому что мои слова, это не просто, это не безумные слова. Это слова по Библии, просто сказанные в другом порядке, там, другими фразами. Делаешь зло, ты получишь отмещение за это, в любом случае. И некоторые получают тоже в этой жизни. Вот. Так что каждый просто должен проверить себя. Что ты делаешь в этой жизни? Зло или забот. Вот и все. Хорошо. Какое я могу делать зло, сейчас говорил здесь, то есть, я отвечаю за слова, из-за того, каких перетолкует, или вывод из контекста. Так можно, в 13 и 52-й псалом, где он говорит, и сказал безумный сердце, что нет Бога. А просто от ада, убрать безумный, и сказать, нет Бога. Сказал Давид. Но Давид, он сказал, перевернишь, что и сказал безумный, сердце своем, он был услуг, не мог сказать, потому что, кто отречется законом Моисея, кто и двух трех свидетелей, без менносмертия предается смерти. И поэтому он слух не мог сказать, сердце своем, тут каждое слово на место поставит. Чем мы с ним решили, конкретно ты? Ничем. Ненависти перекрестны через край. Мы считали сейчас, как о Христу они были, кричали, распнеевы и прочее. Какой грех? Что ты хочешь, чтобы дети твои были верующими? Это грех. Нет, я живу в этой местности, где нашего храма нет. Здесь живут наши верующие, родные и близкие. А вы о чем говорите? О какой ереси? Где? Вы не встречаетесь там. Почему там не говорите? Патриарху это. Ну, конкретно. Вера и воедино Бога Отца Текреда основное. Мы считаем, даже если в основных храмах не считается, Духа Святого, Господа истина, она считается. Я даже не беру вот это все, это слишком долго все рассматривать, и так понятно, что написано, у кого из Библии, нет ни у кого Библии, ушла из Библии. Что 5-й псаллот, 7-й стих. Дай мне. Сейчас. Открыть 5-й псаллот, да, стих. Ну, ладно. Написано, что Господь, кто ложь говорит, в общем, это же все ложь. Потому что ничего не могут сказать правду. Ну, по правде, как говорится, и ссудимеду, или еще что-то. Поэтому, пусть боятся те, кто делают зло. Конечно. А такое зло, когда мы молимся? Я зло, я зло не делаю. Я объяснил свою позицию. Вот. Я все понял. А с какого момента начинается? С обхода в храм, зло? Дальше, по-русски, началось, и где он? 5-й псаллот, 7-й стих. Ты погубишь, говорящий Божь, кровожадного и командного, внушается Господь. И все, больше ничего не надо делать. Это действительно так. Мы ни в чем не погрешили против Господа, когда мы сегодня совершали литургию, божественная литургия была. Как ты мог согрешить на литургии божественной? Когда стоял, молчал, молился. Как? Молитва Богу идет. Ты-то зачем сюда злодей собраешься-то? А только со своими молиться. А почему ты решил-то от своих? Молитва дойдет, а тут не дойдет. Почему ты решил? Просто успокаиваю то, что каждый человек в итоге сидит сам за себя лично перед Богом. Вот свободу, которую дал Бог. В Новом Завете, к этому даже о разгарестве, в Ветром Завете еще не знайся, с самарянами было, то в Новом Завете этого нет. Все, Бог открыл, убрал. Стоящие всегда стени, а между язычниками и мнениями, Бог устранил. И Завета разодалась на твое. Внутри уже ничего нет. Она назовалась в Сверху Довизу. Открылась. Куда он ходил один раз в год, когда священник с дарами. Сегодня каждый молится в этом святилище в небесном мысль его перед Богом. Вот где. Они ничего этого не знают. Они не знают. Если бы они не знали, спросили, то нашли бы это. Просто и понятно объяснял епископ Михаил Семенов, канадский, который к старым братствам перешел. Очень понятно, это он сейчас, Симеон Дурасов, он, считай, один к этому сказал, приходящий из официальной новообрядческой церкви, он не принуждал никого, чтобы забыть о своей треперсии. Они верили. Они увидели наше братство. То, другое. Остарабляться, давай по порядку, вот я буду спрашивать. Не ты сидишь один, а их. Вот они набивают, а у нас то другое. Твой брат, дядя Петя, Петр, венчание идет. И рядом стоит Бритин. Я спрашиваю твою мать, Валентину Тихоновну, а кто это такой? Правда, кто это такой? Не знаю. Он первый раз пришел, через свешенные браки приобретали. А она ему понравилась. Но она никуда не пойдет. Родители сказали, чтобы его довершить. Ноги поставить там в воду, там полить, или что сделать. Он говорит, тема этой церкви-то был крещеный. Но это не крещение. Но о ней можно даже не полное преподать. И все. Ага. Так, а вы знаете, Шестой Вселенский Собор, 14-15 правило. Раньше, в 30 лет, священники не рукополагаются. По порядку давайте. А Вахву во сколько лет? 29 лет. 29 лет. Он мог еще ждать. Ниха там, или 23-21, а не оба. Так это один раз. Стоглавный Собор, мы говорим, что главный Собор, два правила, которые говорят Рашиды. Два правила специальные. Как раз 89-25, сейчас я могу, или не точно, но два правила. Когда я занимался с ними, знал ближе. Да хоть что, ничего. Сплошь и рядом нарушают. Все, да, смещенников, редко-редко у старобрядцев, чтобы не Рашиды срока был. Ну и все. Так правило на тебя не действует. Там написано, не действительное. Соробляться в Син, это не надо хвалиться. Правила уже приняты. Первое апостольское правило, апостольское, так и до Собора, чтобы епископа руководил, а и два или три епископа. А Бросиев кто руководил? А Бросиев руководил, а один сразу двоих епископов. Ну знаешь, там-то Павел, там на Лидии, ну это-то вы куда ни гибайте. Ну так и бывало. Бывало до принятия этого правила. А после правила не рекомендуется. Но это в самом начале есть. Другое дело где-то. Но в самом начале основание вот этого общества. Так что будьте осторожнее. Это я с ними как бы разговариваю. Я ничего не настаиваю. Ну, Балейко, гляньте на себя критически. Конечно. Но это и все. Дальше. Точно так же в шапках. Так же длинные волосы у священников. Ну, это куда? И у митрополита длинные волосы. Зачем? Когда захвещено это. Если мужчина растит волосы, бесчестит. Я его почти сколько раз говорил. Меня спрашивают. Я что могу сделать? Ну, это написано. А делает это. А давно ли стали делать? Не давно. Но 300 лет даже нет. Поэтому на иконах ты его, я на Затарусе, посмотри. Как под бокс посрежены. Николычу дотворец точно так же. Этого не было. Ну, можно нарисовать косу до пола. Но это не будет соответствовать действительности. Так это не только это. Пьяницы со всего же не наследуют. А сколько там пьяниц? Сколько всего готовят? Ну, ты, Балейко, глянь. Я не обвиняю. Я просто показываю. Я их жизнь знаю. Немножко на себя гляньте критически. Со словом Божьим-то. Библию перевели на сегодняшний день? Нет. До сегодняшнего дня. Я говорю, почему? Ну, у нас свобода не было. До перестройки-то с 91-го года. Ты считай, сколько? Десять сегодня. Уже 28 лет. За 28 лет все старобрящество не могло перевести Евангелие в Библию. Не могло. Иконы могли бы какие-то нарисовать. Такие немрачные. Такие, как вот. Они же берут всегда, когда Барен и Мороза везут. Берут. Но с Оликом, он же не старобряется. Ну, дальше-то смотрите, чем вы пользуетесь. Евангелие берет и то, которое Михайяне перевели, как вы говорите, 1876 год. За 300 лет ни одного миссионера не было. Это нормально? Ни одного. Нигде. Ни одного слова по-русски-то нет. У нас тут псалмы считаются, Евангелие, апостольские чтения, паримии. Все считается по-русски. Это разрешение. Асинодальному переводу. У сарабляцев нигде этого нет. И ты стоишь, а ты услышал, тебе повредило это? Или ты стал врагом с сарабляцев? Нет. Ты не такой. Вот это ты, что ты точно можешь знать, когда они нападают, что ты не такой, как они. Иначе они не нападали на свое изображение. Просто, я говорю, неважно, там старобряде, сниконя, любой человек. Это вот, у меня сын, допустим, я помню, берешь расческу, там расчесываешься бороду, там перед службой, тоже дай мне расческу, даю ему тоже расческу. То есть это говорит о чем? О том, что ребенок смотрит на твое поведение, на твои дела, не на твои разговоры. Говорить можно вообще чего угодно. Но в любом случае, человек будет делать так, как ты делаешь, а не то, что ты говоришь. И поэтому, когда я смотрю на кого-то, что они такие, ну как бы там, показывают благочестие свое, а делами далеко не так. Оттягивая, отрячься. То, естественно, каждый человек должен делать правильный выбор, и вот и к чему. Не важно, кто-то на одном обряде, старобряде, должен делать правильный выбор. Имея во главе Христа, знает, что именно он будет судить. Вот. Мне, 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 мне легко будет, ну как я с вами у Мишки думаю, оправдаться, если ты все делаешь по Евангелию, то тебе легко будет оправдаться на суде. Господь скажет, ты почему так делал, Господи? Вот написано в 12.48 буду спрашивать вас по слову твоему судить. А не потому, что, допустим, ты там что-то делал, а мне кто-то сказал, а вот там кто-то что-то принял. Как ты, ну, то есть, ты с Богом, мы не сможем так оправдаться, что кто-то что-то сказал там. Поэтому даже в этом отношении, ну, я просто, я так думаю, то есть, прав или не прав. Господь близок сокрушенным и смиренным сердцем. Это надо помнить. И если Господь дает нам это сокрушение, о делах какие делаются, там, где есть, они говорят, да вот крестик как попал, правильно. А что ты сделал, чтобы крестили правильно? У нас ни одного нет поченого, ни одного, все. Так а сколько от нас разошлось, где строят купели? Купели строят и ссылаются на нас. Я всем архиереям писал, каждое пасхальное послание, оно встречало от меня послание. Все. Так а принимают люди? Принимают, по милости Божией. А не делать ничего? Ну, Бог по силе, и кому сердце откроет? Так а они? Зачем не они? Я ему дал знать, я проповедовал, но он не принял. А кто принял, говорю, Бог открыл ему дверь. Простые и понятные слова. Понимаешь, вот эти обвинители, вот так вот, чтобы, ну, сказал, давайте, приезжайте, давайте побеседуем, кто другой, их не будет нигде. Это смешно. Это из области фантастики. Из области фантастики. Вот так. А почему нет? А вы поехали? Поехали. Нужно быть безупречным. Как мне понравился, мне вот наш президент, во многих делах, очень нравится. Уж, то ли он там, красиво играет на публике, то ли он правда такой, это уже его дело. Вот. Ну, ну, допустим, когда выборы в президенты были, и там этот, Грудинин, там, депутат от народа, все, коммунист, вот, и потом против него 9 уголовных дел. Путин сказал, говорит, когда он их собрал, потом всех этих кандидатов, уже после выборов, когда победил, говорит, ну, ему конкретно, примерно, даю слова, что, чтобы идти на выборы, нужно быть кристально чистым, а не так, чтобы по глухой выбору у тебя вдруг что-то обнаружили. Если ты знаешь, что за тобой там что-то, зачем ты, говоришь, куда лезешь? И он говорит, если бы, как я знал за собой что-то, то я бы боялся многочисленного общества. Боялся. А я не прожрался, на ваш суд давайте. Но я только знаю одно, что у Бога все здесь на земле рассчитано. И рассчитано, расчерчено очень, очень сильно. Ты историю Павла Морозова знаешь? Нет. А? Нет. Станобляшеский смещение, их не простой. а духовник архиепископов, как патриархов, православных, Иосифов 2. Что там, не знаю, дочка его Маша была с ним. И как-то за мной приехали, я уже был в Искитиме, там Александр Иванович Устинов был, и сказали, приехал он, ему рассказали обо мне, и чтобы я приехал с ним встретился. А в священии в Тернасибирске был отец Трофим, он нас свечал. Когда пришли, у Андрея Долгова были где-то. Я подошел сразу к отцу Трофиму, поклонился, и говорю, благословите его еще. Так я иерей, только, а он круто иерей, к нему надо. А он тут же стоит. Я тогда был дых, к нему в ноги, благословите его еще. А я вас не знаю, кто вы, можете иеретик, я вот так вот, мой духовник стоит, он может сказать, благословение, он на вес золота. А дальше-то, когда мне разрешили сказать, я сказал, так, ну и потом, приезжали, старообряться, и просили, что вы сказали, дайте нам на бумаге. Это как раз то, что нам надо. А я сказал, о рождении свыше, о водительстве духом святым, то другое. Но дело-то в отчет, что-то где-то, как-то он зацепил архиепископа, когда был у него духовником, исповедованный, и узнал, что сотрудничает с властью. Это он был прав. Но дальше он уже, кажется, в гайки слетели, с него, говорится, с катушек съехал. Они на него, а он их тогда начал тогда уже назвать там и на иеретиков, они его запретили в слушании, он не слушает. Они снимают его сам, он по-прежнему. А он-то здесь-то на меня накатил-то как при людях-то. А это у Бога все. И он на меня клево записал, потом выяснится. Он опять свое, и они не сдали указ, когда он умрет, даже не отпевать его. От ученых, кажется, анатоли преданные, да они добивали, добивали его уже там. А она-то домашнее образовала свой круг, в который люди были, они все отошли. То есть, в Сарабешнице новая ящейка образовалась. Никакого отношения уже не имеет, где он служил всю свою жизнь. Я знаю, у Бога все выверено. И когда я приехал, а там с Ахаром был отец Иоанн, вот от Мыши, он так обнял меня, говорит, теперь можно сказать, кто на вас Кляузе записал? Это отец Павел. И вот его такая беда постигла. А вас меня приняли. Поцеловали, говорят, хорошо, что вы все перенесли, все видели, и написали бумагу. Она у меня сейчас в книге написана, снимается с нас все, что ли. А мы сразу выехали. Барнаула больше ни разу не было. Если все по-крупному смотреть, то это просто вопрос веры. Если в тебе вера маленькая, ты в Бога не веришь, как бы, ну там, не хватает что-то, то соответственные поступки твои будут такие. Великий Бог, который воскрешает мертвых, казалось бы, что еще может быть невероятнее. А тут-то Бог там располагает сердца, убирает одних, ставит других защитников. Я уж за это вообще не говорю, поэтому нам не спорить надо, а, как говорят, объединять силу, как молитвы. Я никогда нигде не обходил старообляться в стороной. А тогда старообляться. Мы киржатские поселения едем, вот у рыбки, раздаем Евангелие, не знаю. Вот когда я был перед отъездом в Америку, это 92-м году, и там был, тогда у них петрополита не было, и архиепископ был. Архиепископ, сейчас я не могу назвать даже, кто в то время был у них. Ну, надо посмотреть, в 92-м году, который был, Ну так, Туонов этот был, и они, они меня звали, вы возвращайтесь, старообрядчество. Я говорю, говорят, вы тут меня отключали. Когда? Я говорю, не знаю. Ну, давайте считать и бывшее. Я говорю, нет, вы сначала проверьте документы. Они пошли, долго там не было, кого-то послали, пришел, и говорит, ничего на вас нету. То есть те, которые на меня говорят, это целы лжицы. Ничего на меня нигде нету. Но последний только вопрос задал. А как вы считаете, вот, причастие у Никодьян, у них совершается причастие, поистине. Я говорю, да, вот так. Так тогда еще с вами разговариваю. То есть я должен похулить Духа Святого, не иначе. Я не должен признать Серафима Саровского, не должен признать Игнатия Бельщинина, Архиапана Затворника, Риана Кронштадтства. За 300 лет праздника я должен всех. Что это такое? Тогда я буду с ними. Это мне, мне говорят, никто, это архиепископ, ну как, у новоградцев, это патриарх. Это не просто так. И что интересно, старый праздник себя как указывает? А потом образованно было это, это, 1914, или 1918 годах, 1914, древняя православная церковь. Новозыбку скажет. Все, книги такие, крестное знамение такое, но новые иерархии образовали. Новое. Там разногласия были, или почему они? Зачем? Разногласия. Теперь, нам приезжает от древля православной Марченко отец Андрей, хороший батюшка такой, а у него хорошая дружба с этим, со староградческой велокридистской иерархией. И он с ним когда был, где сейчас все вы находитесь, и там вместе Савер Наглера съепил. Так, смотрите, древля православная это узнали, его там защемили, и что там с ним было? За то, что с этим, с вашим братом, который, а вы других считаете, Богу это надо? Он у нас несколько раз был отец Андрея. И они избрали себя, у них тоже был архиепископ, а теперь они проразносили его патриарху, патриарх Александр. В России два патриарха сейчас. А какой патриарх? Там людей-то раз-два, говорит, сообщился. Какой? Конечно, может присвоить звание генерал, а там десять человек. Но у генерала Менин должна быть хотя бы дивизия. Дивизия. Ну это минимально. Это вот к вопросу, страшному вопросу о причастии. случай расскажу, в общем, один человек тоже живет в городе, и там староприятческая церковь, и священники редко приезжают. Там один раз в год, или два раза в год, допустим. И как-то случилось такое, что присмерти был. Представь, что ты присмерти, то есть все, если в тебе есть, чуть-чуть вера, ты понимаешь, что дальше суд Божий, и мы так научены православные, что без причастия, то есть искать, причастие, ну и в ад пойдешь. Да, в ад пойдешь. То есть настолько он боялся, что он боялся именно умереть вот так вот, просто, без искусств, без причастия. Призывал не священника, но бряческого причастил все в это. Ну и потом, когда пришел потом к своим, там, было истовить, и сказал на истовине батюшке, вот, а я потом уже говорю, зачем ты это говорил? Ну ладно, сказал, да, сказал все, ну и там долго разговаривали, в общем, ты должен отречься. Он такой, как это так? Я говорю, когда был при смерти, значит, я верил в это, в спасительность, а сейчас я здоровый такой, я не верю. Я говорю, вот если бы ты отрекся, ты бы вышел, и тебя как сколько-то тут же бы убил бы, а кирпич бы упал бы от пудыри бы, и все бы. Я говорю, молодец, он говорит, я не в жизнь не отрекусь. Ну и все, тогда на тебя получил, ну он взял и перешел на обречество. То есть, как бы это правильный выбор в том, что я говорю, тебя Бог убьет просто за это. Не вы, я говорю, я не виноват, что там в 17 веке что-то произошло, я вообще не несу за это ответственность. На городе всякие правила там, я в этом не виноват. Вот, меня за это Бог не будет спрашивать. Алексей, почему все-таки у тебя, ты видишь, донос скорбит, почему у тебя все-таки вот это скорбит, и вот ты думаешь, что мы, снимая на камеру, приносим тебе тем самым немножко твое уголовство узнает о том, что ты вот пошел немножко ты веришь в то, что все, что сказал Христос в Библии, это закон, закон, который не меняется. Веришь? Ну, допустим, Христос сказал, что нет пророка в своем Отечестве. Все, ты веришь, что вот этот закон, ну, или, может быть, ты в жизни видел подтверждение, что он по-другому не работает практически, что, как правило, и сделают где-то свой, ты там станешь кем-то среди своих, типа, ой, да не кто-то там ходил в войне, там, то есть, в любом случае, там, нельзя, ты будешь пророк, там, благовесный, просто, там, кем-то ты станешь и все, и ты уже, вот если бы он сказал, что нет пророка в своем Отечестве, то есть, это закон, и так и будет по жизни всегда. Бог сказал, бьют вас на одном городе, там, бедите в другой, но ведь, там, бьют и убивают, там, если раньше конкретно убивали или глудили, сейчас просто посмотрел, уже на кого-то в мыслях что-то едет, уже к блуду приравнивается, соответственно, значит, сейчас не обязательно, чтобы тебя убивали, ну, а, возможно, там, ругают, еще что-то, ведь это же негатив, то есть, негатив, который дознает человеку, ну, неприятность, ну, неприятность же, когда тебя там, кто-то что-то не вещает за тобой, ты же все равно ходишь, как-то переживаешь, потому что, ну, то ли дело, там, как-то все мирно, дружно, ты человек, ты эмоциональный человек, ты в любом случае можешь переживать, порадоваться, вот, поэтому и я так, вот, я знаю, что, допустим, что за это может быть, то есть, это, как бы, зона комфорта, ты живешь нормально, 21 век, нет Гитлера, там, нет Ивана Грозного, тебя никто не гонит, и, за что страдать-то, то есть, я не верю, что я страдаю, там, ну, я, может быть, еще не дошел до этого, не знаю, что я страдаю за Христа, не верю, понимаешь, и поэтому, поэтому мне, как бы, ну, как бы не хочется, вот, на пустом месте, иначе, за Христа, да, я говорю, я детей своих кучу, будут на суммане головы резать, говорю, не вздумайте отвлекаться, говорю, секунду, ты на небе, понимаешь, за вот это мне понятно, моему мозгу, мне понятно, придут китайцы, будут убивать, там, ты из-за чего страдаешь, еще раз, вот, мне непонятно, за, страдаю, допустим, сейчас, сейчас я косвенно, я, я говорю, сейчас не только за себя, а вообще, как бы, там, не знаю, за родителей, и за себя в том числе, страдаю за, вот этот негатив, допустим, лично, что касается меня, который может быть, за родителей, который уже случился, там, ну, вызывали же, там, то есть, если бы мы не снимали, на видеокамеру, и ваше начальство, не имело возможности, узнать о том, что вы тайно ходите к Никоняну, то и негатива, этого и не было, то есть, нужно просто убрать камеру, все затухнет, и будет болт, опять, все темно, понимаешь, что это, на самом деле, дело-то, причина-то не в этом, мы же разобрались, дело-то не в том, чтобы убрать камеру, там, ну, просто, если сейчас дальше смотреть, ну, там, не знаю, убрать камеру, там, там, взошли в кого-нибудь, или еще что-то, понимаешь, еще что-то, это в конце экрана, кто-то могут узнать, я тебе говорю, это на конце экрана, нет, это понятное объяснение, какое-то маленький тон, если он говорит, за Христа, дело другое, то есть, он готов за Христа, а здесь, Христос не говорит за Христа, за меня только, вообще, жизни святого дула, его обвели за родство, он не брал, его там парашек, дашу, челюсть оторвали, челюсть оторвали, а он, все, больше ничего у него не было, другого обвинили, прелюбодеяние, взяли, повели, и он погиб, почему, он не делал, его ложь обвинили, но он пострадал, за что, за чужую жену, а он ее даже не видел, поэтому, не за Христа только, а ради Христа, ты претерпел, и благословлял, вот, вот, у тебя это надо, перипарматировать, тебе в сознании, никогда, на судьбу не будут лезать в голову, да нет, тебя сейчас просто, конкретно обвиняют, в том, что ты, там, своровал, и начну убить его, и ты это сделал, а ты принял это, Господи, ты это допустил, и доказать ничего нельзя, прокурор на их стороне, судьи вынесли, Господи, я не проклинаю, а благословляю, Господи, да будут они благословенны, пусть обратятся, а потом они могут обратиться, благодаря твоей молитве, это ради Христа, это все ради Христа, а так бы я, последний раз, плюнул бы на их, как это матросы делали, то есть, не знаю, как бы, ради Христа, истина, истина, а твои руководства, получается, они ухожут, ты мощностей дотеками, ты-то веришь, что Игнать Тихонович не еретик, и бачка не еретик, они говорят, еретик, а мне при чем здесь, Игнать Тихонович, я не к ним ухожу, понимаешь, ты даже говоришь, я даже неправильно, это послушный вопрос, не перебивай, слушай, не перебивай, это обменяй, послушай, я не обменяю, ты сейчас говоришь, к Игнать Тихоновичу, там, поселения нету, старообрядческого храма, а мне надо ходить к Богу, мне надо детей приучать, вот что, как бы, моя задача, а при чем здесь он-то? Да его вообще завтра не будет здесь, и при чем здесь он? И я буду ходить, ими не меня будут в этом, к ноге, батюшки завтра не будет, другой будет батюшка, это мой, мой выбор такой, но я всю зиму лету, а он приходит, и батюшки нету, он будет ходить, он к Богу пришел, а церковь-то не старообрядческая, и поэтому стоят не старообрядцы, а мы с ними соединили молитву свою, а мы это уже как-то. Есть официальная позиция старообрядческой церкви, о том, что ни коня, ни третики, там, какого-то второго чина, или какого, я это тоже не знаю, вот просто, как бы, я не сидел на этом соборе, не применял там. А те считают, это раскольники, я раская, это раскольники, с ними молиться нельзя. Вот, а вот именно, полчасаобрядцы считают этих там раскольниками, вот и попробуй разберись тут. Вот у тебя из-за этого и получается. До 2008 года Карловацкий раскол. 2008 год, братья, все, братья, молимся, все. Как к этому относиться? Сколько поносили, дорога жестят, патриархийная-то. И раскольники, сомнились, никаких раскольников, оказывается, не было, ничего не было. Те за границей, за другую, на полном городе, и бить им другой. Христос Великий Беглес за дом изговорит. А поносили, они убежали от опасности, а мы страдали. Страдали среди акций, которым все предали, от всех мучеников отказались, они страдали. Страдали по курорту. Тут надо все расставить. Но наша удача благодарить Бога за все, что он допустил. Это очень хороший пример. Пример для тех, других, кто, допустим, там. Я еще раз говорю, каждый будет отвечать за себя. Ты не сможешь ничем прикрыться перед Богом. Ничем. Чтобы не кто-то что-то сказал. Ты будешь отвечать за себя лично. То, что ты не ходишь куда-то там. И, соответственно, еще раз убеждаешься и в Библии. Смотришь, то есть, неважно, кто ты, какого сословия. Гидеон был там, сын блудницы, там никто. Но Бог его избрал, глядя на его сердце. То есть, понимаешь, и это еще больше успокаивает и дает веру. Веру, что Бог смотрит на сердце человека. И, соответственно, он все дела и в эту четверть положил. Ну, так что, в общем, все было нормально. В этой книге Кристосу православие считал покаяние старобряцев? Нет. Не считал? Ну, я просто не дошел, да. А сейчас у меня убрали. Покаяние перед старобряцами зарубежной церкви. Покаяние. постигло вот это вот тогда, что гнали перед этим. Поэтому после революции это гнали. Но мы не виновны, но просим прощения за наших умышленных отцов. Мы не обния архиепестов, никто не гнали вас. И поэтому их там Даниил какой-то был, это старобрядистая, и он, видимо, это додавил. И они принесли подлинно, настоящий, со слезами, прах и пепли. Это то есть люди, как сказать, ну, истинно переживают за свою душу. Разве такое сделали? То есть это было не лицемерно? Мы просто простим, и замолим за отцов своих, которые наши отцы, нами, ваши. И мы просим прощения. И вас будет там просто под семи лет всех под подпись и все сделано. Понимаешь? После такого покаяния продолжают говорить, что нет, мы не принимаем покаяние, но это... Это вообще никуда не ходит. Мы за благороду бежея церкви принесли покаяние за все. И тогда мы вообще ничего не виновны. Никак. Мы старобрядцев. И поэтому он приходит, для меня он не старобрядец никакой, он родной, тем более племянник. У нас вообще ничего нас не разделяет. Никак, нигде. И причинить зло я не мог. Зло причиняет тот, кто в это делал. Потому что мы говорим, я отвечаю на свои слова. Считая Слово Божие, Библию, греха нет. Мы беседуем, греха нет. Мы молились, какой грех? Они его выискивают, чтобы оправдать свою свелепость, бездеятельность. То есть, у них никаких дедов гнали, наши беды, у них вот эта обида, непрощение, а вообще не прощение. А непрощение, это называется злопомнение. Затрон за злопомнением подогнает дьявол. Вот и все. Мы просто будем говорить, а то они дьяволы, поэтому покаяние принесенных, без архиереев, синода. Все данные архиерея подписаны, и тихие, и лагуры, все. Ну, как у тебя, у тебя же нефти где-то, а есть же нефти, просто прослали? Есть, 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 я это читал. Ну, считай сейчас. Сейчас у меня все убрано, да, в коробку. Вот так. Ну, все, я считаю. Все, да. Мы близки Богу будем, тогда, когда исполнится любовью. Мы признаем истинность кератонии старых грецов, и ничего больше не требуем. Если случится, что такое, как это Бога, который причастился, да, как мы все здесь рядом, причастился, и все. Причастие одно везде. Я ему говорю, что абсолютно правильный поступок, то есть, во мне есть вера, я точно знаю, что, ну, как, ты предатель, предатель. Бог просто тебя убьет, и все за такое. Ты чего с причастием так шутить? Я бы не посмел. Меня спрашивают, а вот если бы вы жили где-то, там был Италия, православный храм, у них никого нету. Я бы путешествую где-то, там, Конго, и там только католик. Я спереди завалил, я ходил, я умираю. Ищи стезы, ищи стезы. У католиков. Ищи стезы, я их признаю за церковь. Григорина, армян, сирий, сих пор, вот пять, которые сохранили рукоположение. Я не ученик, я принял, я соединился со Христом. Это надо иметь такую веру и знание, а сегодня такая помосенка, что желательно бы умереть в ограде церковной, его сразу найти. Вот я церковь, это не новообрящество, не старообрящество, а вселенское церковь. Вселенское. Ну, так, это не нравится, можно говорить. Попались. Господь наш Иисус Христос, мы благодарим тебя за это тихое, мирное время, Господи, за эту возможность собираться, изучать Слово Твое, Господи, укрепив в нас и веру, дай нам мир и любви, и согласия по Слову Твоему, Господи. И обрати всех людей, Господи, взводствующих, всех украти, Господи, обрати их к себе, открой их сердца, дай нам, Господи, всем не погибнуть и не достигнуть Царства Твоего Небесного. Тебе за все слава, Отец и Святой Дух. Аминь. 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 Ну, все, Бог, нафиг, Господи.